ребята здравствуйте я вновь вас благодарю в очередной раз приглашаю к себе на канал подписывайтесь смотрите готовьте это работает правда люди мне писали говорили что рецепты работают поэтому пожалуйста пользуйтесь вам на здоровье сегодня мы приготовим рецепт для детей блюдо для детей это будут тоже сырники но не все дети едят не все сырники сегодняшний рецепт он вот прям уникальный вы увидите что все все дети будут закидывать эти сырники с удовольствием потому что в нем есть очень секретный такой ингредиент и момент не секретный волшебный я бы сказала это это фритюр на самом деле но не нужно его бояться у нас будет очень тонкая корочка и надо бояться что если это масло много в кастрюле значит много его будет в блюде и потом в организме ребенка или взрослого нет это все стереотипы главное правильно по технологиям всего придерживаться для этого мы сначала поставим фритюр как раз нагреваться я возьму очень маленький сотейник мы же готовим для маленького ребенка как гриша на время вот берем обязательно глубокую какую-то посуду то есть не сковородку мелкую и широкую до какой-то кастрюльку повыше поменьше диаметром чтобы у нас был такой глубокий бассейн и наливаем я вот пол-литра где-то наливаю свой сотейник чик пускай себе нагревается температура масла должна быть где-то 150 160 градусов если есть градус не можно проверить если нет то просто уже по ощущениям будем пробовать так конечно же творог самый лучший домашний у меня все еще мамин я его достаю из морозилки можно либо хорошо перебить блендере либо очень тщательно перетереть перемять это все ложкой либо как делают профессионале на кухне перетирают все это через мелкое сито тогда творог получать однородной консистенции такой творог тогда хорошо использовать для чизкейка и мало кто различит да да на самом деле творог вот как только ты его не знаю купил или сам сделал отжал он должен быть сухенький обязательно и вот такой вот в зиповский пакет или пищевую пленочку очень плотно или целлофановый пакет замотал и закину в морозилку и все потом достал ни в коем случае нельзя его это разогревать там микроволновки или в духовке нет просто нужно при комнатной температуре или ты наность достал положил в холодильнике он себе отошел спокойненько и нормально но вот после морозилки ты знаешь зачастую он становится такой немножко крупинистый именно поэтому его лучше перетереть через ситечко а помнишь как мы делали уже сырники по маминому рецепту это был свежайший творог который я просто хорошенько размяла ложкой и консистенция была нижняк и перетирать через сито на самом деле не сложно для этого просто нужно даже не вот так всю массу как-то давить на а делать как мы делали с пюре помнишь один из наших там первых выпусков на канале это был пюре то есть мы берем небольшую порцию и его так придавливаем по краю идем по периметру чик и она сразу же просачивается а если ты будешь так всю массу чавкать туда то конечно же это займет много времени поломается два сита и вы скажете что зачем те олины рецепты а кстати вам нравится когда я красивая наряженная или лучше по домашнему все-таки работа мне как в том фильме для меня экзамен это всегда праздник когда вы приходите снимать youtube для меня это праздник так смотри какой он получился масло масляное так на пол килограмма врага мы берем это это верочка могла так сделать мы берем одно яйцо второе надо добавили яйцо можно добавить ванильный сахар или ваниль или просто сахар у меня вера любит мед она не аллергетик вот у нас из дедушкиной пасеки поэтому я добавляю его сюда выпекать мы сырники эти жаре пин долго не будем они внутри останутся такими бы сырыми свеженьким немножко поэтому не бойтесь этих стереотипов тоже что мед нельзя готовить при повышении температуры он теряет свои свойства ничего ему не будет в этом случае смотрите по по яйцам тоже нужно контролировать может у вас будет суши творог да и нужно будет добавить еще половинку там желток или наоборот он немножко жирнее мокреет меньше яйца вот масса должна быть такая липучая чтобы можно было сформировать не жидкая хорошо хорошо обязательно все пробуем вот опять таки для всех участников мастер-шеф и потенциальных настоящих все 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 всегда пробуйте а то потом приходится нам пробовать невкусное что-то так я разбиваю еще два яйца для планировки в другую тарелку я насыпаю сухари но это сухари необычные не те которые в супермаркете вот покупаем мелкие они иногда коричневые невкусные некрасивые некачественные это панку сухари панку сухари это азиатская точнее японская штука посмотри в чем разница видишь они большие крупненькие как будто бы хлопья они очень воздушные легкие и суть и разница с обычными сухарями в том что для этого используется а специальный хлеб который выпекается там по специальным технологиям без корки и и как он делается да то есть сначала сухарики нарезаются вот так вот мелко перебиваются либо в блендере либо специальной машины а потом сушатся если мы делаем сами мы обычно как нарезаем кубиками делаем сухари большие потом перебиваем да и получается сильно такая сухая твердая грубая корка вот а эти тоже можно сделать дома из обычного батона его нужно положить в морозилку слайсами уже нарезанными мякушку только достаем из морозилки и вот строгаем так нарезаем крупными хлопьями и потом подсушиваем в духовке до белого цвета просто постоянно помешивая понятно или тостовый хлеб точно также можно взять нарезать главное его сначала а потом сушить вот этом разница но принципе вот такой вот пакет на пол килограмма он стоит я купил его за 40 гривен но и в киеве это вот она демеевки в китайских магазинах или вы можете в интернете заказать это недорого и классно делать и крокеты и котлеты вы увидите разницу в текстуре и в визуальном тоже виде да да полтора доллара все верно нам понадобится тоже немножечко немножко совсем обычной муки опять так если мы говорим о безглютене то берите любую другую кукурузную рисовую на вкус это не повлияет так и очередность у нас будет вот такая вот такая складывать будем сюда поехали формируем мы небольшие шарики ну канели не канели это когда двумя ложечками такие продолговастые и для верочки буду класть сюрприз ягодку любимую или малинку или смородинку и живичку неважно и кладем пока в муку решат еще подошел тишу дети есть сюда и живичку можно вот еще катать кстати нужно эту ручку держим вот так а нижнюю наоборот вот максимально плоско тогда так и булочки хлебные красиво катаются сначала чуть-чуть мы прокатываем до для того чтобы уплотнилась консистенция потом делаем дырочку кстати эти сырнички вот уже в виде когда они запанированы они шикарно сохраняются в морозилке и потом прекрасно готовится достал с морозилки в горячий фритюр кину красота теперь слегка обваливаем в муке мукой для чего при панировке мукой обваливаться для того чтобы прицепилась вот прям так и скажем прицепилась яйцо а к яйцу уже сама панировка сухари потому что если не присыпать мукой то яйцо как бы сползет да будет соскальзывать и где-то возьмется где-то не возьмется панировка будет неравномерно и начнет сыр вытекать обкатали обваляли и потом перед же перед яйцом чуть-чуть можно встряхнуть ой это домашние симпатичная ярко так так вот так обкатались потом с помощью вилочки тоже чтобы лишний нам омлет сухари не отправлять мы вилочкой берем чтобы лишнее яйцо стекло ничего как бы в супер вредного или много его не будет панировка очень тонкая если делаете кстати совет если делаете для заморозки как заготовку то вот сто процентов нужно делать двойную панировку то есть вот так и потом еще раз яйцо и еще раз сюда же после заморозки перепад температур будет и может вытекать сыро если двойная защита будет то ничего не случится уже масло подогрелось можно ёжиков таких ёжиков будем жарить может так и назовем это сырные ёжики или поисковики не сработает вот мы пожарим или мне еще наделать давай все доделаем все доделаем и пожарим хорош и главное аккуратно деликатно отправляем чик кипит бурлит так помним да что фритюр у нас не любит и точно не пьет воду поэтому все должно быть сухое никогда не наливайте масло в такой маленький сотейник и под завязку берите побольше я признаю свои ошибки и и фу слава богу что сгорели такие сырники а не дом и не квартира не скорочка скорочка да скорочка это для взрослых а я расстроилась правда и так испугалась так учитесь на моих ошибках не повторяйте масло хорошее количество температура так не перегружаем по пять штучек например а тем временем на какую-то тарелочку выстилаем бумагу для того чтобы выложить потом наши сырники и убрать лишний жир помним на все сухое температуру баллю вот ним достаточно реально одной минуты одной минуты до легкого золотистого цвета вот этот уже готов ежик ножику кожи этот готов видишь там где немножко тоньше была панировка или где-то не зацепилась яйцо сразу делается дырочка масло потом процедили и можно использовать еще разок так теперь бумажечки выкладываем они супер нежные так хрустящие но там видишь живенькие мягенькие такие как пончики не пончики здесь намного меньше тесто и калорий чем в пончиках вкусно как в детстве так положим туда еще ягодок для детей вот так немножко голубики классно что сейчас лето да и голубика также по 600 гривен за килограмм вот так если если хочется нет я не буду йогурт не буду опять-таки как для верочки я поливаю медиком она любит очень облизывает пальчики с тарелочки вы можете притрусить сахарной пудрой на этом мятку вареньку кто что любит ребят подписывайтесь пожалуйста дальше на мой канал потому что я уже в таком азарте в таком кайфе когда подписчиков количество растет и хочется готовить нам хочется еще и студию построить и вообще профессионально готовить и вас туда приглашать на сырничек внутри смотри он как он как свежий он вот теплый проготовленный но он очень нежный вот ставьте лайки если вам понравилось присылайте мне скриншотики присылайте мне фотографии ваших изделий или как едят дети моя верочка сейчас у бабушки поэтому съем за нее я спасибо вам до встречи